друзья мои всем привет вы посмотрите только какая погодка сегодня 30 сентября я приехал в новое для себя место между поселком черкасский гвардейский на московском районе и сегодня я рискую потерять целый день так ничего и не найдя вы же сами знаете что в новом месте ты как слепой котенок будем надеяться что я из тех котят которые все равно найдут сиську мамы приоритете у меня сегодня конечно болотца низинушки потому как последнее время хожу я по хвойняку по сосновнику неудачно сегодня четверг да вот смущает обилие грибников ну ничего подобных низинушках то все равно встретим свой гриб вот этого на удивление подосиновику далее вырасти настроение уже намного лучше я преодолел уже немалое расстояние и вот только лишь 2 на этом болоте подосиновик показался это я его только что потерял вот он где-то здесь был и спрятался удивительно вон он друзья почти в камышах это один из уцелевших думаю здесь задерживаться мы не будем потому как грибочков тут совершенно мало хотя все вокруг предполагает что здесь подосиновичное место значит это чье-то место и кто-то его регулярно проверяет наконец-то я ускакал от людей в место где я остался совсем один точнее не один а наедине с грибами таким вот как вот этот вот чудесный вот березовичек очень глубоко сидит посмотрите какая длинная нога и больше ее половина была в грунте кроме подберезовика показалась еще какая-то велюровая шляпка издалека так видно было думаю это полячок так и есть вот уж не знаю что и думать я вам говорил что в соснах ничего не попадается не знаю связано ли это с соснами а может быть с близостью вот этих вот березок но посмотрите какой красавец здесь вырос беляшик а самое радостное то что он здесь не один а где-то там я увидал его родственничка вон эта шляпа и есть еще третий братец еле видно его еле выглядывает младшенький все они дети одной мамы грибницы которая расположилась вот в этой маленькой низинке где есть и сосенки и березоньки стоило убежать от людей как посмотрите как быстро наполняется наша корзинка благороднейшими грибами а вот мы встретили маленькую гадючку от того что она маленькая это не делает ее не ядовитой такая вот красавица что значит сегодня здесь никого не было это значит что прямо на открытой местности растут грибы на счастье моему не суждено было долго длиться как вы видите бежим же могу констатировать что в одиноких грибалках одиночных наверное так правильнее будет сказать не в обиду Катюше есть свой шарм никто не скажет пойдем уже к машине сначала я грустил а сейчас адаптировался и вот я погрузившись в свои размышления то и дело просыпаюсь при виде вот такой чудесной картины под березовик милый с этой семьей подосиновиков это селение расположилось в болотных кочках здесь им уютно уютно и я их понимаю сам бы здесь жил вдали от городской суеты и насущных проблем любопытно что на той солнечной стороне болота мне не попалось ни одного а здесь со стороны леса уже такого густого тени они встречаются все чаще стали меня радовать под березовички не в обиде конечно подосиком остановился на перекур смотрю под ноги а здесь такая почти черная такого цвета шляпка подосиновика любимый размерчик не переросток и не малыш в полном расцвете сил повосхищался я вместе с вами этим подростком прошел немножко дальше и понял что я больше люблю вот такой размер в кровавушке растет так и в отношениях найдя что-то лучшее ты понимаешь что до этого была не любовь а так увлеченность эта трава густая в союзе с камышами дают возможность вырасти подосиновиком до таких впечатляющих размеров давно я таких не встречал как сегодня вот зашел в настоящий топ интересно будут ли тут грибочки но тут чересчур сыро и страшно однако же болотный подберезович имеется вот это мох как будто мокрый мех мне кажется что чем дольше я стою тем глубже я ухожу ухожу вниз второй такой же светлый экземпляр ух ты так можно и пропасть в болотах более светлые более светлые чем те что попадались ранее подберезовики разных видов бывает наверное я понял кажется я попал на подберезовичный остров островок это небольшой а из грибов благородных только лишь подберезовики и встречаются но это не те темные толстоногие подберезовики эти и на тонкой ножке и светленькие я понял что они здесь как и я ищут места где по суше можно расположиться а тут таких мест не так много в основном везде вода на это кажется что здесь суша предлагаю здесь не задерживаться потому не потому как сапоги у меня хоть и резиновые, но когда нога утопает в воду, то я уже чувствую какая она холодная. Носок же тонкий, да вот только же подберезовичков здесь много и приходится терпеть. Это я как бы уже убегаю. У нас такое явление встретишь не часто, а вот я слышал, что в Белоруссии там в основном такой лес и есть болотистый. Там наверно тоже подберезовичков достаточно. Ох какие длинноногие, потому что очень высокий мох. Настоящий подберезовый остров действительно. Такое обилие этих грибов здесь я еще не встречал нигде. Смущает меня здесь только то, что эти грибы какие-то чахловатые, но там где более сухо, там они покрепче. А еще я переживаю, что не найду тот брод, по которому я сюда залез. Просто со стороны суши я увидел березки в камышах, поднимающиеся над ними и понял, что здесь может быть суша внутри болота. Все-таки где-то у меня протекает левый сапог. Так что теперь это мой тайный подберезовичный остров. Ой сломилась ножка, видите, крайне слаб. Хотя чист. Решил уже до конца обследовать островок. Так как левая нога уже все равно мокрая. Не грибалка, а сказка какая-то. То этих невероятных размеров подосиновики, то чудо подберезовичный остров. Вот она свобода. Кручу, кручу куда хочу. Этот крепенький. Кажется, нашел выход. Чуть не набрал сапоги. Вот решил показать вам его со стороны. Вон тот островочек. И вот сколько подберезовичка он мне подарил. Время уже обеднее. И поэтому начинает хотеться есть. Одна из зрительниц рекомендовала Кате брать с собой пару конфет на эти случаи. А я взял с собой сникерс и воды. Благо от него хочется пить постоянно. Один мой знакомый, уже пожилой человек, рассказывал как он своим соседам по общаге, с которым в комнате вместе жили студенческие годы, делали чересчур соленую картошку, чтобы потом постоянно хотелось пить, а не есть. Надеюсь, этот лайфхак в жизни вашей не пригодится. Часто бывает, когда я обойду болото, я потом теряюсь и не могу определить куда дальше идти. Прямо голова кружится. Кто-то сбил шляпку молодому подберезовику. Сейчас уже на такие более знакомые места выхожу, как мне кажется. А вообще, конечно, хотелось быстрее убежать из той топи, но она не отпускала и то и дело я обходил круг и возвращался туда же почему-то. Уже целый час плутаю. Еще жути нагоняет этот скрип. Я представляю, каково слушать его здесь ночью. Но есть здесь и радостное событие. Подусик с пальчиком. Вот мы и вышли с той низинушки. Прошлись дальше к этой старой сосне. Конечно, я его уже нашел и решил показать вам. Этого шоколадного красавца. Теперь у меня никаких сомнений нету, что беленькие начали расти вблизи сосен. Не знаю, березы, конечно, есть тут, но недалеко. И там я ходил, беленьких не встречал. И все-таки я не понимаю принцип, как же растут белые сейчас. Ну вот в заваленах, вот это вот лежит осина старая сваленная. В заваленах показалась шляпка очередного беляша. Думаю уже завершать сегодняшнюю грибалочку. Открыл новые местечки, а еще убедился, что богаче мы из прежних мест. Я пока не знаю. Зато подберезовочный остров мы увидели. Будем завершать нашу грибалочку. Спасибо, что были со мной. Кому понравилось, прошу поставить лайк, написать комментарий. Кто не подписан, жду вашей подписки. Спасибо вам. Дай бог вам здоровья. До новых встреч. Пока.